Что у нас на завтрак? Как воспитать породу? Как приручить хозяина? И, наконец, кто на кого похож? В рубрике «Чтоб я так жил». Партнер проекта ПЭТС-59. Интернет-магазин товаров для животных. Здравствуйте, с вами Яна Кунавина и программа «Чтоб я так жил». Вот иногда смотришь на собаку и думаешь, ну что за судьба? Да, бездомные, беспородные, никому не нужны. Но в жизни всегда есть счастливый случай. И наш сегодняшний герой именно такой счастливчик. Два года назад я случайно наехала на собаку. Вот он спал у меня под машиной. Конечно, там у него был перелом ноги. Я его сразу же забрала, повезла в больницу. Мне сказали, что у вас все равно собачка-дворняшка. То есть мы можем вам его усыпить. Я бы никогда не смогла, конечно, его усыпить. Мы его два месяца лечили. Нашли там лучшего врача, который за него взялся. Не каждый соглашался такую собаку лечить с таким сложным переломом. И в результате собака даже через два месяца выздоровела настолько, что даже не была заметна абсолютно здоровая собака. И хотели его отдать. Но я уже знаю вашу историю, что у вас долгие годы жила собака в семье. И после того, как ее не стало, вы категорически решили больше никаких собак не заводить. Да, оставлять мы его, конечно, не хотели. Вот, то есть мы отдали объявление, то есть с фотографиями, все. И у нас было условие, что мы даже согласны на питание выделять, да, там деньги или привозить. Но чтобы были хорошие условия, чтобы мы могли каждый месяц приезжать и смотреть, как он живет. Никто не соглашался. Ну, это была судьба, я так понимаю. А пока мы искали ему хозяев, мы уже сами так к нему привыкли, что уже поняли, что тоже мы его, наверное, уже никому не отдадим. Наталья, вот вы занятой человек, вы бизнес-вумен, у которой достаточно известный в городе бутик Элиганза. Там огромный выбор красивых сумок, перчаток, шарфов. И я представляю, что дома-то у вас в гардеробной, в общем, тоже этот запас-то очень приличен. Вот Ричи, когда он подрастал, я представляю, что это такой щенок в доме, но это обязательно что-нибудь сгрызено. Когда он рос, как и все щенки, конечно, он сгрыз все, что может быть. Он так, как у меня магазин, сильно я по этому поводу не страдала. Счастливый у вас Ричи. Я бы расстроилась, если бы моя собака сняла вообще перчатки мои любимые, еще и сумочку покусала. Но вот эта любовь к прекрасному, гламурному и дорогой коже-галантереи, она с возрастом хотя бы прошла. Ну вот к перчаткам осталось. Если оставишь там три пары перчаток, он выберет вот именно самые любимые, самые красивые. Как ваши друзья отреагировали вот на всю эту историю с Ричи? Ну сначала, конечно, все говорили там, усыпи ты что вообще, зачем ты его оставляешь. Но когда все его видели, то есть никто не оставался равнодушным, помогали все и в больницах ездить помогали. И первое время действительно его нельзя было оставлять одного дома, потому что ему нельзя было двигаться много. Он очень добрый, вообще абсолютно ко всем, ко взрослым, к детям. То есть на хлеб он охраной зарабатывать не может? Ну он у нас как сигнализация, он гавкает. То есть погавкать он всегда может, если кто-то подъезжает или подходит. Вот вы как-то строго его все-таки воспитывали? У него было изначально свое место, никогда никаких кроватей, то есть он даже вот и не залезет. И вот как-то с дисциплиной в плане этого вот не было вообще никаких проблем. Он тут еще нашел практически личное счастье, потому что пожив некоторое время, у Ричи тут случилась лав-стори. Кого выбрал Ричи? Метист, патажирский трьер с кем-то там. То есть такая... Ну ничего, такая горячая девочка. Такая собачка, да. То есть она такая боевая, но они ладят. Они ладят, да, очень хорошо. Это единственная собака, с кем вот она ладит. Это наш Ричи. Знаете, вот фильм «Собачье сердце» и там вот Шариков. Так сижу, слушаю и думаю, господи, ну вот свезло так, свезло собаке. Абсолютно городской пес. Как он вообще перенес, переезд за город? Ему, конечно, здесь очень понравилось, если мы уже собирались. По машину он это видел, все, собаку было уже не поймать. То есть он отказывался заезжаться в город. Да, отказывался ехать. Так как Ричи здесь очень понравилось, мы очень ускорились, закончили здесь уже ремонт. И уже приехали вообще на постоянную. Изначально мы, конечно, думали, что он будет жить в доме. И он практически вообще у нас отказывался вообще заходить и в дом. В первое время у нас не было ни в будке, ничего. То есть он просто спал на крылечке. Мы очень переживали. Мы ночью спать не могли. Мы выглядывали в окошко. Мы все боялись, что с ним что-то случится. Потом он стал жить в будке. Он уже, конечно, здесь освоился. Стался чувствовать хозяина. Приглашать к себе в гости собак, которые живут в округе. А он еще сюда и друзей войдет? Да, было и такое, что мы приходим, значит, один спит, другой ест. А Ричи, значит, он убит. А Ричи принимает гостей. Да, принимает гостей. Как оно выглядит, у него шерсть, колосница, у него бачки такие. Он такой не худенький ребенок у вас. Ну, есть он мясо. А то есть он натуральный. Да. Ну, я так понимаю, он столуется не только у вас, но и ходит по своим четвероногим друзьям. И даже по соседям, у которых нет собак, но которые любят Ричи. Кормят его абсолютно здесь все. И кормят тоже только исключительно мясом. У каждого уже есть своя миска для Ричи. То есть выносят ему, он покушает и идет дальше. И вот так вот он практически обходит у нас полпоселка. Он вас слушает. Даже все соседи отмечают, что он очень умный. И говорят, не ходи там. Он там не ходит. Летом мы хотим ему сделать вольер, потому что у нас еще мышей ловит летом. Поэтому роет у нас постоянные ямки. Мышей мы вытаскиваем, вытаскиваем их на дорогу, показываем. А он их не ест? Нет, он их складывает. Складывает этот трофей. Что для вас Ричи в жизни сейчас? Ну, это радость, это хорошее настроение, это снятие стресса. Приезжаешь сюда, смотришь, она тебя ждет, посередине дороги сидит, уши заворачиваются. От радости. От радости. Мы хотели ему еще какого-нибудь друга взять. А у нас один ночевал, думали, что останется уже. То есть вы готовы еще одного беспородного метиса, такого же благородного и доброго, принять к себе друзья вечно? Да. История замечательного псорича – яркий пример того, как любовь и неравнодушие людей может сделать счастливой любую собаку. И это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтоб я так жил, значит, вы настоящий и любящий хозяинкой. Поел все, теперь счастлив и доволен. Прекрасное настроение после трапезы, да? Вот все мужики одинаковые. Все, после обещания. По ко мне, хорошее настроение. Но чешите теперь пузо. política blo » Прекрасное настроение хочет envolvere. Прекрасное настроение